Всем привет, друзья! А перед началом я бы хотел сказать спасибо человеку, который задонатил мне 1000 рублей в поддержку на борьбу с либеральной гопотой. Ну, будем бороться с либеральной гопотой по мере возможности, будем выводить их на чистую воду, так что спасибо. Ну а теперь к теме ролика. Недавно состоялась ежегодная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, и на ней обсуждали много разных вопросов. Таких как демократия, безопасность, устойчивое развитие. Поприезжали парламентарии со всего мира, и конечно же не обошлось без украинской делегации. Украинская делегация выступала в своем стиле. Аннексия, агрессия, верните Крым, ну и все в таком роде. Но наиболее сильно одного из украинских парламентариев возмутило даже не это, а возмутило следующее. Уважаемый господин председатель, в течение нескольких дней сессии нам удалось рассмотреть очень важные вопросы. Я благодарю всех коллег за поддержку украинских инициатив и проектов, и призываю всех нас консолидированно за них проголосовать. Разумеется, обсуждение вопросов было непростым, но все проходило в пределах норм человеческого общения, за исключением одной ситуации, которая случилась в ходе четвертого заседания Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. В своем выступлении представитель российской делегации, реагируя на выступления других ораторов о чудовищных преступлениях коммунистического режима бывшего СССР, заявил следующее. Я цитирую. «Да, действительно, мы признаем, мы были вынуждены депортировать часть населения, некоторую часть, потому что кто-то из коллаборантов поддерживал фашистские режимы». Конец цитаты. Не знаю, как для вас, коллеги, но для меня при таком утверждении, оправдывающем преступление против человечности, чем являются насильственные депортации народов, в зале возникли зловещие силуэты Сталина и Гитлера. Они с восхищением смотрели на российскую делегацию. В годы Второй мировой войны 10 народов на территории бывшего СССР были подвергнуты тотальной депортации, в том числе и крымско-татарский народ. Наш народ потерял около половины своей численности в местах изгнания от болезней, жестоких условий выживания. Кроме этого, десятками тысяч были депортированы поляки, украинцы, литовцы, латыши, эстонцы. И этот перечень можно долго продолжать. Что касается членов российской делегации, оправдывающих преступление против человечности, мы тут ничего иного не ожидали. Но мы возмущены тем, что председательствующая на комитете не сделала замечания по поводу такого чудовищного выступления одного из членов российской делегации. Уважаемые коллеги, я призываю и впредь, чтобы в нашем зале не допускались утверждения, которые противоречат всем принципам гуманитарных таких позиций. И последнее. Здесь звучат призывы о том, что давайте поговорим с таким московским акцентом. Мы готовы говорить, мы будем говорить, но мы будем говорить лишь о путях вывода российских войск из оккупированного украинского Крыма, о путях вывода бандитских формирований, поддерживаемых Российской Федерацией из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и о компенсации тех чудовищных утрат, которые понесли украинские территории и граждане Украины в результате российской оккупации и российской агрессии. Спасибо за внимание. Ну и пламенная речь украинского парламентария закончилась овациями. Ну а вот как выступал российский дипломат. Благодарю вас, господин председатель. Мы присоединяемся к теплым словам в адрес организаторов этого крупного политического форума. Действительно, все было сделано на высоком уровне, и мы все ощутили радушие хозяев. А теперь несколько слов по существу обсуждаемой темы. Я напомню уважаемым коллегам, что именно Советский Союз был одним из организаторов и инициаторов проведения Хельсинского совещания. И мы очень дорожим той политической площадкой, парламентской ассамблеей, которая позволяет выстраивать систему коллективной безопасности. Вы, наверное, заметили, что мы с достоинством восприняли ряд политических инсинуаций, которые были высказаны в наш адрес. Позволю напомнить лишь некоторые из них. Обсуждается вопрос об энергетической безопасности, о дезинфицикации, что, собственно, имеет законное право. Виновата Россия. Мало того, еще и коррупцию за собой ведет. Обсуждается вопрос о военных частных компаниях. Виновата Россия. Я напомню, что именно такой подход, он не способствует формированию и выработке общей позиции и нахождению тех конструктивных моментов, которые позволят разрешить конфликты. Мы с большим удовлетворением и с сдержанным оптимизмом думаем, что новая власть на Украине, есть к этому предпосылки, пойдет другим путем. И воспримет те конструктивные предложения, которые исходят с российской стороны. Намечается проведение телемоста, что не было уже в течение пяти лет. Сейчас Зеленский вместе с представителем Европейских институтов к Дональдам Туском посетили районы боевых действий. Я думаю, что последует дальнейшее разведение тяжелых орудий. То есть есть какие-то моменты, которые позволяют нам решать эти вопросы. Но если мы без конца будем обвинять и слышать эти обвинения, мы терпеливо реагируем на них. Но может же быть какой-то предел всему этому. Я хотел бы напомнить, что весь мир содрогался, когда темное пятно ИГИЛ распространялось на карте. И все думали, где же та сила, которая его остановит. И эта сила нашлась. Мы в опоре на здравые силы на Ближнем Востоке сумели вместе победить ИГИЛ. Но ростки, очаги терроризма распространяются дальше. Мы должны думать и над этим, а не обвинять без конца в Россию. Надо же в конце концов уметь демонстрировать здравый смысл. Поэтому я надеюсь, что мы готовы и еще раз подтверждаем свою конструктивную направленность на выработку всех политических решений. Только мирным путем. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, позвольте высказать свой протест против русофобской риторики, которая звучит здесь снова и снова, голословная и ничем не подкрепленная. В этом зале украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию. В то время как украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции. Невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди. Эта фраза вызвала много вопросов у пользователей интернета, мол, как она могла увидеть из иллюминатора МКС украинские снаряды. И она объяснила, как она их увидела, уже чуть позже. Она рассказала, что имела в виду вспышки, всполохи, молнии, и это хорошо было видно ночью. А речи о движении техники, речи не шла. Причем она не одна это видела. Так что шутки, что у нее невероятно крутое зрение или там зум встроены, они уже неуместны. Она объяснила все. Женщины, старики, дети. Властям Украины неинтересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым вскрывая собственные военные преступления. Но многие солдаты Украины уже разобрались, что происходит у них на родине. Это братоубийственная война. Подобную войну третьи страны пытались развязать с помощью Грузии, в Абхазии и Южной Осетии, что привело бы к рекам крови. Украинские солдаты уже откровенно саботируют подобный ужас и дезертируют из рядов украинской армии, не желая иметь ничего общего с украинским антинародным режимом, который также активно поддерживается третьими странами, прикрываясь демократическими ценностями, в кавычках, и активно внедряя нациалистические настроения среди молодежи. Но недавние выборы на Украине очень точно показали настроение украинского народа. Они устали от лжи, обмана и братоубийственной войны. Каждый день я слышу слова благодарности от жителей Абхазии и Южной Осетии в адрес России, которая не допустила кровопролития во время ужасных событий, спровоцированных агрессией со стороны Грузии. В моей стране есть поговорка «Кто громче всех кричит «держи вора», тот сам им и является». Что касается Крыма, там прошли настоящие демократические выборы, демократическое голосование. Именно народ сделал свой выбор, нравится вам это или нет. Это и есть настоящая свобода слова и демократия. Американский журналист, недавно побывавший в Крыму и написавший правду, подгверся травле к своей собственной стране. Это по-вашему свобода слова? Россия – это великая держава, самодостаточная и миролюбивая. Мы никогда и ни на кого не нападали. Мы лишь защищали братские народы и своих соседей. Именно поэтому Бог всегда будет хранить мою страну, мою Россию. Мы надеемся, что новые власти Украины сделают соответствующие выводы и возобладают здравый смысл. Спасибо за внимание. Ну и еще одно короткое выступление российского парламентария, которое, мне кажется, очень показательное. И там по смыслу будет все понятно, что произошло. К сожалению, хочется констатировать, что в очередной раз стыдно за парламентариев ряда стран, которые своими безответственными политизированными решениями приводят к тому, что в Европе появляется поколение, не знающее правды о Второй мировой войне. Российская делегация внесла на рассмотрение сессии резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным эмоционализмом и связанной с ними нетерпимостью. Наша инициатива в первую очередь была связана с набирающей обороты кампаний по переписыванию истории. Согласно проекту, мы выносили такие проблемы, как распространение теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры в регионе ОБСЕ, а также признание неонацизма опасным явлением, с которым должны бороться политики. Ассамблея должна была призвать страны-члены ОБСЕ активно противодействовать актам героизации любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации ВАФНСС. К сожалению, ряд наших коллег из делегаций Литвы и Украины в агрессивной форме раскритиковали наш проект, манипулируя фактами и вводя обсуждения от содержания резолюции. Потому что мы видим ссылки этих стран на коммунизм, попытку увести в сторону. Друзья, коммунизм в прошлом и ряд тех преступлений, которые были обсуждены у нас в стране, а героизация фашистов, нацистов – это действительно сегодняшняя. И в том числе именно в этих странах, в Литве и Украине, где наблюдается обеление преступников, пособников нацизму и делают попытку сделать из военных преступников героев национально-освободительных движений. К большому сожалению, часть национальных делегаций не вникла в наше содержание и содержание предложений и голосовала против нашей идеи как таковой, пойдя на поводу у стран, демонстрирующих крайнюю степень русофобии. Уважаемые коллеги, мне кажется, стоит уйти от штампов, блоковости и стереотипов холодной войны и действовать по тем проблемам, которые волнуют и беспокоят все человечество сообща. Спасибо. Как-то так, друзья. Вот о чем говорят на международных площадках. Ну, а у меня на этом все. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok